итак ну чтож ариарума и маленькие любители покушать микрофона как всегда ваш покажу слугам амору и мы начинаем проходить такой увлекательный мод как пиксель мод наверное много кто уже играл с этой модификации но мне захотелось все сделать в своем стиле и опять-таки максимально для вас интересно качестве стартового покемона я выбрал вот этого чем чар достаточно прикольная мартышкой качестве эволюции у нее тоже все хорошо мы появились возле тайги в принципе что очень даже неплохо и даже рядом с деревней это вообще невообразимо классно хотелось бы посмотреть что здесь и как здесь бы сразу уточнить небольшой нюанс то что я изначально собрал себе эту сборочку буквально на коленочке и возможно какие-то модификации здесь все работы должным образом не будут но и надеюсь все же при должной вашей отдачи эта сборка будет доведена до идеала и на ней будет максимально приятно играть я продолжаю тут немножко насмародерствовать и собирать немножко пожитки которые есть в этой деревне сразу хочется уточнить такой нюанс то что я нахожусь на последней версии пиксельмона которая только доступна на данный момент это по моему восьмая его версия что дает нам возможность использовать как минимум квесты на кнопочку n мы можем найти все если все правильно понимает то за первый квест который у нас был то есть это найти деревню нам выдали эту самую кроваточку что есть невероятно классно давайте пока выпустим нашего чемчара пусть он у нас побегает и наберет очков счастья думаю хуже ему от этого не будет и заодно давайте с вами посмотрим какие у нас есть квесты использовать хиллер это я могу прям сейчас без проблем именно собрать красный априкорна ладно это не проблема и поговорить с жителями тоже не проблема давай щас попробуем выполнить эти три задания так надеюсь вы и садись за жителей допустим вы не сойдете ну ладно зато мы хотя бы будем знать какие примерно цены кстати я хотел бы попробовать выполнить небольшой челлендж я хочу попробовать не крафтить покеболы в этой сборочке я могу выращивать априкорны но именно крафтить и не что-то я не могу я смогу Получать получается покебол, только выторговывая их у таких вот наших жителей Не знаю, насколько это будет рационально и разумно, но тем не менее Ты у нас, кстати, сойдёшь как за жителя? Да? Я думаю, уже пора нам, в принципе, начать с того, что мы срубим с вами первое дерево И по-хорошему, да без разницы, на самом деле, где-нибудь сейчас с вами давайте организуем себе каменные хотя бы инструментики Думаю, вот эта скала идеально для этого подойдёт Ну всё, с каменными инструментами будет явно у неё посподручнее Кстати, вон там кузница, по-моему, виднеется Давайте сейчас попробуем в неё сбежать Может быть там ничего интересного ещё будет И сразу я скажу то, что в этой деревне я не хочу оставаться Она какая-то очень уж не нравящаяся А в кузнице два гема, удочка, что есть классная и по мелочи ресурсы Ну допустим, о, и молот заодно дали Это нам за что? Это за ачивку какую-то нам молот, видимо, дали, но допустим Это, надеюсь, что так надо Так, ого, меня, кстати, уже вызывают на бой Именно какая-то кокуна, кокуна Допустим, это, я так понимаю, эволюция тоже какого-то червячка И следующая эволюция это бедрил То есть у него толстый панцирь Но вообще из-за того, что наш чимчар пятого уровня Мы особо мало что умеем Мы можем царапаться и использовать лир Лир, я так понимаю, это скорчить рожу Или что-то типа того Но, короче, атака психического типа И особо бесполезна она Поэтому используем царапание Кокуна у нас затвердевает А мы пытаемся царапать и царапаем мало Единственная наша надежда на то, что кокуна особо не умеет драться И мало что может нанести нашему чимчару Чимчар, ещё пару ударов давай Я в тебя верю Последнее осталось царапание у чимчара И тадам! Я даже с вами заработал достижение Получил опыт и дроп ниточку Ну давайте возьмём на всякий случай И уже у нас темнеет Ладно Вообще нам ночь как бы не помеха Мод пикселимон убирает спам агрессивных мобов Из ванильного Майнкрафта Так что нам бояться особо нечего с вами Поэтому мы можем даже спокойно путешествовать ночью Но вот проблема еды остаётся у нас актуальной Давайте попробуем хотя бы яблочко съесть Благодаря битве с кукумбиром этим Мы получили шестой уровень Это невероятно классно Я бы хотел сразу оговориться насчёт лечения покемонов В этом моде есть специальные вот такие вот покет-центры Где мы можем лечиться покемонов Я смогу каждый раз, чтобы сюда не добегать И не ждать вот эту вот анимацию Использовать команду специальную Которая называется Покехеал Эту команду я буду использовать в случае Если допустим я нахожусь недалеко от покет-центра Просто чтобы не бежать и не тратить время Допустим когда я буду качать этих самых покемонов Надеюсь мы с вами друг другу поняли И вы не простите такую оплошность Если же вы категорически против того Чтобы я использовал её То пожалуйста выскажите своё мнение Я обязательно к нему прислушаюсь По идее всё что можно в этой деревне я ограбил И сейчас предлагаю куда-нибудь пойти Допустим вот здесь вот я вижу какой-то лес И отправляемся в путешествие Пускай даже ночью По пути мы постараемся собирать максимальное количество априкорнов Которые можем И всё же попытаемся найти что-то более приятное Глазу нежели вот этот вот биом тайги А кстати вот и красный наш априкорн По идее когда я его только соберу Да мы замечательно выполнили с вами активочку О прикольненько Покебол который просто находился у нас по миру И его мы открыли и получили Эйджект батон Это какая-то кнопочка для активации Она по-любому даёт какие-то перки для особых покемонов Но я не знаю к сожалению какие Но за неимением вообще какого-либо разнообразия по покемонам Я надеваю её на эти чимчары И попробую хотя бы с этим что-то Займеть дальнейшее Кстати тут есть какой-то вэлобит Выглядит он не очень устрашающе Давайте попробуем его удалить Может быть у нас это получится Хотя с нашим царапанем я сомневаюсь что у нас вообще что-то получится Учитывая то что он сразу нам Сходу на неё 10 урона Понял то что на него рыпаться Это очень тупая идея И давайте попробуем сбежать Сбежать нам не дали Нет всё-таки нам дали убежать Ага А вот Ход худ Это сова В дальнейшем Летающий тип покемона И давайте может быть с ним попробуем сладить Да ему нормально царапания наносит Это хорошо Против нас использовали Получается песок глаза Гротл это ослабляющая короче способность Снижает по моему атаку Ну походу нас Гротл тоже отдаляет сейчас Если мы сейчас в ближайшее время не найдём покетцентр То будет очень худо Чимчар победили Но всё потому что он у нас Минимальный слабый И да у меня к сожалению закончилось Поэтому я вынужден к сожалению здесь немножко остановиться И пережарить себе немножечко картошечки Опа рубины Которые я могу добыть с помощью карамельной кирки Неплохо Ещё аметисты Ой какая радость Из них получаются очень хорошие инструменты В качестве для копания Но я постараюсь минимализировать количество Всякого такого вот рутинного действия в этом сезоне Так как мод у нас в фельмон заточен на то Чтобы мы с вами исследовали и изучали Поэтому постараюсь сделать именно исследовательского и изучательского Здесь как можно больше Нашёл какой-то странный непонятный данж Если я всё правильно понимаю Это данж в котором есть спавнеры покемонов И это очень невероятная находка Учитывая наш уровень развития в этом моде Да Это данж Я могу по нём по идее что-то менять Несмотря на то что я как бы не редактор Не знаю насчёт правильно ли его и будет использовать нам по ходу игры Но меточку здесь обязательно я должен поставить Я даже тем временем успел найти пустыню Но не ещё одну деревню Хотя бы в каком-то маломалейском приятном для глазобиоме Даже саванну я успел найти Плохо конечно Ну ладно куда нам деваться Деревня Ура 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 Но есть маленький нюанс опять-таки Она пустынная деревня Ну что же мне так не везёт Она выглядит просто не максимально невзрачной Перестраивать её всё мне конечно же не хочется Зато мы имеем здесь покет-центр И по-хорошему мы могли бы здесь в ближайшем районе прокачаться Сейчас давайте попробуем в магазин зайти какой-нибудь Который ездит здесь поблизости Вот синий крышей как раз по-моему магазинами является И попробовать забарыжить всё то что я здесь надыбал Всё получается у меня осталось только вот этот драконий коготь А прикорное и зелье полного восстановления Теперь братан что ты можешь мне предложить за мои 15 тысяч Которые я здесь выручил По-хорошему я мог бы купить сейчас парочку себе ультраболов Давайте штучек 5 себе купим А на оставшиеся деньги я закуплю себе максимально покеболов Давайте 32 Я думаю то что этого количества мне хватит Тем более что у нас ещё и деньги при этом всём процессе остались И даже с таким стартовым набором мы можем попробовать с вами кого-нибудь да поймать Например сейчас мне очень улыбается поймать какую-нибудь птицу Ведь при грамотной прокачке любая допустим даже самая маломальская старевия Или старли может эволюционировать в более крутого и летающего покемона На котором мы сможем потом в будущем покататься Так ну вперёд кимчар Девятый против шестого уровня У тебя есть царапание которое ты можешь эффективно использовать Надеюсь мы с тобой сможем её одолить Да она нас вынесла со второго удара Хорошо Ага Нас кто-то вызвал на бой и это Эконс И Змейка главное чтобы она нас не отравила Ну хотя 10 уровень против шестого у нас нет опять-таки не шанса И пришлось из неё бежать А кстати есть Гроутл Если у нас получится его хотя бы победить то уже будет неплохо А если поймать Ну это как минимум ещё один покемон в нашу копилку Тем самым мы сможем увеличить хотя бы немножечко нашу огневую мощь Давай ещё его поцарапай главное не убей Умница Мы им оставили прям писельку И давайте сейчас попробуем его поймать в обычный покебол За травой конечно не видно но происходит анимация ловли И он смог выбраться Хорошо давай тогда тебя попробуем ещё раз поймать О! Поймали! Замечательно! И дали опытом Чимчару И Чимчар даже получил у нас специальный навык Эмбер То есть первый огненный навык Что значительно улучшает шансы у Чимчара на победу Чимчар получил седьмой также уровень Так и сразу я несколько выполнил ачивок Это мне невероятно радует Использую команду Личини Потому что я недалеко от непосредственно пакет центра И теперь у нас есть новый покемон Гротл Это покемон своего рода собака Но тем не менее Не самый сильный конечно покемон Но тем не менее За неимением лучшего хотя бы что-то Так Электрайк Давай с тобой попробуем посражаться Гротл вперёд Что ты умеешь интересный у нас Опа! А ты достаточно много что умеешь Ты можешь кусать Ты можешь использовать Эмбер И Ховл Я не знаю что это такое Но видимо тоже какая-то пассивка Давай попробуем укусить Электрайка Надеюсь ты его не убьёшь же Неплохо кстати снес Учитывая то что Электрайк превышает нас по уровню Раза в два А посмотрим Эмбер Сколько она нанесёт урона Ну примерно столько же Да на самом деле Ничего страшного Сейчас попробуем надамажить Электрайка И тоже его поймаем Если сможем Так у Электрайка остаётся малое ХП И у Гротла тоже Предлагаю его заменить на Мичемчаром Если Чемчар использует Эмбер Я надеюсь Электрайк у нас может Перейти в красную зону Так и получилось Используем покебол сразу на него И он у нас поймался Замечательно И мы получили с вами уровень Выучили даже новые способности И подняли уровень Чемчара на восьмой Даже сразу на девятый И Гротл поднялся до шестого уровня Замечательно И ещё один покемон в нашу копилку Так как ты у нас выглядишь Ну очень даже неплохо Прикольненький пёсик Почему-то у нас одни псы в нашей команде Но неважно У нас Чемчар изучил Таун Тоже ещё одна пассивная способность Что у нашего Гротла есть По суперским приёмам Тоже Эмбер и Байт А у Электрайка Хи интересные способности есть Таскал Толчок Быстрый атак Неплохая способность А также Тандр Вейв Это просто получается Электрошок Нас сразу кстати Не отходя далеко от кассы Вызвали на бой Это какой-то Нардан Давайте попробуем использовать Царапани Чтобы его не сразу убить И может быть поймаем даже его Даже в таком вариации Мне кажется попробовать стоит Использовать Покебол наш Это крыска Которую я использовать вряд ли буду Но если у нас цель стоит В этой сборочке Поймать максимально всех покемонов То с чего-то начинать до нужного Мы его поймать не смогли Давайте вызовем Попробуем Электрайка И попробуйте на него Использовать Электрошок Чтобы как минимум Его застанеть И может быть тогда у него меньше шансов Будет выбраться отсюда Так Электрошок на него подействовал И еще один Покебол О мы смогли его кстати поймать 33 XP мы получили за него Это замечательно Так а компьютер какой-нибудь у вас есть? Нет ребят К сожалению нет видимо да Печально на самом деле Это печально ребят Я хотел бы попробовать Вот этим Дургана наш Продать еще одни вещи Которые я Укра... Ахм Взял аккуратно у Стриджой Ага Нас вызывает на бой Эганс Но с дыханием огнем Нашего Тимчара С ним не возникнет вообще никаких проблем Может кстати даже получится У нас его поймать При должном старании Сейчас попробую использовать царапание Если мы его сейчас не убьем То будет уже хорошо Я случайно использовал по дурости Ультрабол Ой я дурак Да я его поймал Ультрабол Я поймал Эганс Да это самая Разумная вещь Которую я мог бы сделать Ну ладно Использовал и использовал Что ж теперь Что ж давайте попробуем Здесь немножко раскачаться Вблизи этих покемонов Может быть что-нибудь У нас да получится Что это такое? Ух ты Это Прикольно Это какой-то Покемон летающего типа Десятого уровня К армонии Ни разу не видел Ничто подобного Если его получится поймать То это будет очень классно О Поймал Супер У меня даже кто-то из покемонов Спел проапгрейдиться Это невероятно классно Так И что ты такое? Пожалуйста Объясните мне Ультрабол Ее пришлось поймать Тем не менее Ну ладно У меня осталось всего Два их штуки И я могу уже летать? Ху-ху Ребят Это получается с вами Невероятное везение То что даже на первой серии Мы смогли с вами Включить летающего покемона Это какая-то куала С ведерком Пятнадцатого уровня Блин Выглядит как минимум Она очень жестко Камала Ну я так сказал Куала У моей скормони Есть офигенная способность Называется она Фейри атак И с помощью этой атаки Наша скормония Может оттоковать Пять раз подряд Но к сожалению Ее у нас умудряются победить Блин Это очень жесткий покемон Пятнадцатого уровня Я без комментариев Оставлю это Пожалуй Я не знаю По какой причине Но у нас Надо ран Вот этот покемон Четвертого уровня На который я не делал Никаких надежд Смог очень достаточно Урона нанести Камале Без единого повреждения И вот к сожалению Его только сейчас Вынесли с одного удара Но у нас осталось Всего каких-то Два покемона И я надеюсь Что все-таки Хоть кто-то из нас Может победить Эту Камалу Да Она победила Всех наших покемонов Какой-то покемон Слишком жесткий Это Либо у нас Слишком Они слабые Сейчас попробую Поймать с помощью Обычного покебола По ниту Просто Огненный конь Типа Тут мне кажется Все будут огненные покемоны Потому что Мы все-таки Находимся Как-никак В теплом биоме И замечательно Мы даже смогли Пробрейдить Некоторых наших покемонов Правда Небольшими потерями Но все же О Наш чимчарт Засегает С вами Нужного уровня И мы видим Его эволюцию Это невероятно Хорошие новости И он у нас Эволюционирует В Монферну И изучаем Мы с вами Вместо Сарапания Получается Мега удар Уже получается Необходимая нам Уровень И да Выглядит он Все-таки Неворозимо Классно Предлагаю С вами Сразу Раз у нас Есть возможность Отсюда Подальше Убираться Все равно Мы эволюционировали С вами Получается Как минимум Уже одного Покемона А это значит То что Уже пора Пора С вами Искать Нормальное место Где сможем С вами Обосноваться Поселиться Где у нас Будут расти Хотя бы Минимальные Априкорны Мы наблюдаем Сказал Это у нас Получается Гим И если я Все правильно Понимаю Это непосредственно Уже У нас Тревяной Гим Ага И на нас Сразу Нападает Чикарита Видимо Это такое Приветствую У этого Гима Но меня радует То что Чикарита Хотя бы 13 левел А не Какой Нибудь 70 А На нас Сразу Не Чикарита Нападает А уже Получается Гим Мастер Это Хорошо Но Почему-то У этих Гим Мастеров Очень Маленький Уровень Видимо Есть Какая-то Зависимость От уровней Покемонов Игрока Ага Понятно Почему Такие Слабые Были Покемоны Потому что У нас Изначально Здесь На входе Тренер Стоит Слабый Неужели Мы С вами Сможем Даже Зачистить Этот Джим В самой Первой Серии Пока Гим Мастеры Из этого Гим Очень Быстро Отлетают У меня Победили Мою Монферно Но я Надеюсь Что Это Не Особо Такая Проблема Из Пятнадцатого Уровня Можно Попробовать На него Рыпнуться Давай Привет Так У тебя Сурскит Это По-моему Вообще Водяной Тип Почему Он У тебя Делает Макс Гуард Здрасте И мы Изучили С вами Новое Огненное Способность Огненное Колесо Пожалуй Эмбер Мы С вами Заменим Так Трика Я надеюсь Что Это Последний Покемон У тебя Братан Все Победили Все Больше Покемонов У него Нет Я Победил 52 Покедоллара Монферна Я до Двадцатого Уровня Получил И я Получил С вами Радужный Значок И Энергетический Мяч Это Невероятно Классно Спасибо Ребят Я Зачистил Гим Поздравляю Да Первая Серия А мы Уже Зачистили С вами Гим Ну а Почему Бо Нет Неужели Ого Деревня И Сразу Гим Рядом С деревней Судя По его Раскраске Это Гим Каменных Покемонов К сожалению Я не настолько Специалист В этих Покемонов Чтобы определить Вот так Вот Сходу Какой Это Во первых Гим А во вторых Какие Лучшие Покемоны Использовать Но Оставим До лучших Времен И Наконец Я Нашел Здесь Деревню Это Невероятно Хорошие Новости Да Она Не Самая Лучшая Но Я Надеюсь Что Я Смогу Ей Заняться Так Что Все Важуре И Все Хорошо Full Restore Я так Понимаю Это Именно Та вещь Которая Мне нужна Именно Полностью Восстанавливает Здоровье Нашему Покемону Значит Я Продаю Все Ненужные Мне Вещи Кроме Непосредственно Full Restore Так И Так Мы С вами Умудрились Набить 36 тысяч Этих Денег Никаких Аксессуаров Я у него В принципе Не хочу Покупать Жалко Что У нее Нет Тут Ультраболов Есть Только Грейтбола И Покебола Ладно Это ПК Мы Оставим Здесь К сожалению У тебя ПК Тоже Нет Плохо Конечно Братан Но Куда Деваться Да Все Так Мне Эта Деревня Не Особо Нравится Видимо Придется Мне Другую Искать Ну На самом деле Тут Всего Три Жителя Насколько Я Увидел И Всего Четыре Домика Которые Они Вообще Нищенские И Я Думаю Смысла Здесь Особо Нет Ну И Я Думаю То Что Поиски Деревни В Которые Я Захожу Поселиться Я Уже Остальные Оставлю За кадром И Напоследок Серии Хотелось Ввести Такой Небольшой Интерактив И Спросить У вас Что Это За Покемон Ну И Человек Который Правильно Угадает Имя Этого Покемона Сможет Дать Этому Покемону Своё Собственное Имя Ну А На Это Все У Микрофона Был Как Всегда Ваша Покорная Слуга Мамору Еще Услышимся